Великой Отечественной войне Предусматривающее предложение правительству Республики Молдова рассмотреть и предложить на заседание парламента программу подготовки Республики Молдова всех ее структур к 70-летию победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И до сих пор мы не можем включить в повестку дня заседание нашего парламента один единственный очень мирный, очень важный для граждан Республики Молдова, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось 2300 человек, эту законодательную инициативу. Я особенно обращаюсь и надеюсь на поддержку комиссии по вопросам культуры, средств массовой информации, на поддержку этой законодательной инициативы. Я прошу включить в повестку дня. Это предложение возмутило либералов Михая Гимпу, в бытность которого президентом Молдову официально объявили страной, побежденной во Второй мировой, а ветеранам выдавали памятные медали в форме фашистских крестов. Для госпожи Мироник мы никогда не устанем напоминать вам, госпожа Мироник, господа коммунисты, Москве, что в Республике Молдова правильно называем это Второй мировой войной, а не Отечественной войной, как она официально называется в Российской Федерации. Личные фрустрации и убеждения либералов не дают им права переписывать историю, заявил лидер партии коммунистов Владимир Воронин. «Кто вы такие, чтобы называть это так, как вам нравится? Есть история. Осознавайте все, исходя из истории, а не из ваших больных желаний, которые вы демонстрируете уже 20 лет и разрушаете Молдову вашим румынским идиотизмом. Кто вы такие? 50 миллионов человек погибли в этой войне. Лянка, который не хочет, чтобы серп и молот были на медалях, серп и молот будет на другом месте и у Лянка, и у всех остальных». В дискуссию включился либерал-реформатор Валерий Сахарняну, который перешел к откровенным нападкам в адрес представителей ПКРМ. «Пусть Воронин воздержится от ксенофобских высказываний здесь, в парламенте Республики Молдова. Мы знаем о его психопатии в отношении румынской нации, но он является частью этой нации. Он просто заблудился и не ведает, что творит». В этот момент не выдержали коммунисты и напомнили Сахарняну о его темном советском прошлом и сомнительном настоящем. «Значит так, когда претензии предъявляет доносчик, стукач, алкоголик и совершенно опустившийся писакой бумагом оратель, я думаю, ему вообще не нужно давать слова». «Сахарняну, ты всю жизнь со дня рождения был предателем. Твоя КГБшная кличка – Калипса. Пусть знают все. И если хочешь, мы предоставим дела. Сколько из тех, кого ты сегодня называешь коллегами и друзьями по румынизму или унионизму, сколько из них в свое время ты отправил в тюрьму? Как ты издевался над людьми? Калипса, успокойся и по-добру уходи отсюда и не мешай людям». Стоит отметить, что неоднократно в молдавских средствах массовой информации появлялись сведения об агентах советского КГБ, которые действовали на территории Молдовы и являлись доносчиками. В этих списках фигурировал и нынешний депутат от либерал-реформаторов Валерий Сахарняну. Начав перебранку, депутаты-либералы и либерал-реформаторы увели дискуссию в другое русло, не допустив включения вопроса о праздновании 70-й годовщины победы над фашизмом в повестку дня. Депутаты от ПКРМ больше года пытаются вынести эту инициативу на обсуждение законотворцев. Однако это предложение не находит поддержки правящего большинства.